Мы много говорим о вере, и действительно, все мы верующие, но мне хочется еще поговорить о вере, о той, которая настоящая вера, которую Бог называет верой. Называться верующими можно. Если мы признаем Иисуса Христа, мы уже считаем себя верующими. Но вы знаете, что вера, она без дел мертва. У веры всегда должны быть дела. И действительно, по делам можно сказать, этот человек верующий, этот не верующий, правда? Даже среди большого количества людей, которые говорят о себе, что они христиане, мы находим тех, которых можно назвать верующими. И мы, вот здесь сидящие верующие, мечтаем совершать чудеса Божьи, правда? Но для того, чтобы их совершать, что-то нужно. Что? Вера. Какая вера? Разве мы все неверующие? Вот много говорим об этом. Ну, давайте еще разочек поговорим. В Деянии 3.16 Очень интересно написано. Когда Петр исцелил человека, который сидел у храма. Он сказал очень интересные слова. Вот этот стих один можно разбирать и разбирать. Когда он обратился, говорит, И ради веры во имя Его. He says And His name through faith in His name. Обратите внимание. Вера во имя Его. Во имя Бога. Pay attention to that. Faith in His name. In the name of God. Имя Его укрепило сего. Has made Значит, ради веры в Иисуса Христа так будем говорить это имя стало действовать. Through faith in Jesus Christ this name became active. И значит укрепило сего, которого вы видите и знаете. Has made this man strong whom you see and know. И дальше говорится и вера, которая от него даровала ему исцеление перед всеми вами. Мы часто говорим, что вот у человека не хватило веры, потому он не исцелился. We often say that person had not enough faith therefore he was not healed. Какой веры? What kind of faith? Тут написано очень четко. It says clearly here. Вера, которая от него даровала ему исцеление. has given him the soundness. Ну давайте теперь посмотрим, углубимся в это. And let us go into the depth of these words. Вера это вообще-то движение. Faith is a movement. Она двигает человека. It moves a person. It moves a person. It moves a person towards the fulfillment of what was said by God. Не веря, это бездействие. And lack of faith is actionless. Если человек ожидает и ничего не делает, трудно назвать его верующим. If person is waiting and does nothing, it's hard to call such a person a believer. Потому что это не вера, когда ты сидишь и ничего не делаешь. Because it's not faith when you sit and do nothing. Если ты сидишь и просто ожидаешь, if you just sit and expect ты можешь ты можешь ожидать вечно свою всю жизнь прождать и не восхитить. You can expect for the whole of your life and not attain the promise. Может ли совершить то, что не созидает ничего? Can it something that doesn't build anything? Can it complete something? Вера мы с вами знаем очень хорошо это осуществление осуществление ожидаемого. Значит вера в первую очередь это действие. И оно осуществляет в первую очередь в самом человеке. Вы должны это хорошо понять. Как там было сказано вера от Него. То есть то, что было услышано от Него. Оно принято от Господа как семя, которое внутри начинает созидать. Внутри. И когда оно внутри созидает оно воплощается. Если вы не приняли веру во внутренность вашу, если оно не вошло как семя, вы его не созидаете и не будете созидать. Да, я верю, Бог сказал. Но если внутри тебя это не живет, не возрастает, как беременный хочется сказать этой верой, оно ничего не создаст, не родится. Верой надо двигаться. Ожидать бездействие это значит сомневаться. Помните, к Иисусу принесли расслабленного, крышу даже открыли. И когда Иисус увидел этого расслабленного, Он что ему сказал? Стань, возьми постель свою и иди, да? И иди в дом твой. и Он что стал делать? Он встал, расслабленный. Он встал, взял постель свою и пошел в дом. Вы знаете, как часто приходят к Иисусу за исцелением и остаются больными только по той причине, что не двигаются дальше верой. Ожидают сначала дайте почувствовать, посязать. Тогда принимают, что они поверили. Но когда расслабленный стал исцеляться, когда он начал делать движение, чтобы встать, запомните, когда ты делаешь движение в вере, начинает исполняться. Если ты не делаешь движение, еще ничего не видя, еще ничего не ощущая, просто поверил. Если ты не делаешь движение, когда ты не верил, ничего не случилось, ты не веришь. Поверил, значит, сделал. Начал. И Он поверил, вера Его. От чего была? От услышанного. А мы часто встречаем с вами такую веру у больных или с проблемами, которые приходят, чтобы за них помолились, и думают, ну, помолились, хорошо, теперь со временем когда-нибудь я получу исцеление. Поверьте, это не вера. Я расскажу вам про то, как Бог исцелил меня однажды. У меня был тройничный нерв простужен настолько, что я три месяца могла быть на бюллетене. Три месяца в Советском Союзе. И летом ходила в косыночке, потому что, не дай Бог, маленький ветерочек подует. Это в Белисе, где жара. И когда я пришла на одно из служений домашних, мы по домам собирались, и там был гость, приехал, не помню, по-моему, из Финляндии. И он молился за меня, вот я верой приняла, что Бог исцелил через него. Вы думаете, у меня что, болезнь прошла тут же? Боль перестала быть. Я просто приняла верой. И когда я вышла, а это, знаете, у нас в Белисе, у нас горы и пригорки. Это было в районе на горе. Ветры свищут. И когда я вышла вечером, и этот ветер дует, мы на горе, я просто сняла косынку. Я понял, что если я останусь в косынке, я останусь с ней на всю жизнь. А если я поверила, значит, я сняла косынку. Вера не может быть бездействия. Я по сей день без косынки. Потому что я поверила. А вера — это действие. Понимаете? И тот больной, он тоже хотел исцелиться. Он поверил. Вы понимаете, надо верить. Если Бог говорит, Богу нельзя не верить. Другое дело, если вы сами хотите верой что-то взять. Но если Бог протягивает руку, и Бог говорит, берите верой, идите верой. И проблема будет разрешаться. Вера встает, берет постель, складывает ее и идет. Не говорит, ой, я такой слабый, я не могу встать. Силь нету. Ну, что за меня помолились? Ты же сразу не стал здоров, правда? Стал. Если помолились. И прими верой. И он стал вставать. И получил исцеление. Я вам скажу, прежде всего мы получаем в мыслях. Вот там происходит ваше или исцеление, освобождение, исполнение, или же ничего. Если вы в мыслях приняли, вы пошли верой. Решение мы принимаем в мыслях. И двигаемся тогда по нашим мыслям. Поэтому очень важно иметь позитивные мысли. Они негативные. Если бы он усомнился, если бы друзья рядом с ним сказали, подожди, подожди, сейчас ты почувствуешь силу и вставай. Если бы его друзья сказали, дождь, дождь, когда ты чувствуешь, когда ты сильнее, тогда уходи. Он бы лежал до сих пор. Вера есть осуществление. Слышите? Вера есть осуществление. Вера есть осуществление. Я так хочу, чтобы вы это услышали. Мы все знаем эти слова. Но очень важно один раз их услышать для себя. Если вы верите, значит, вы осуществляйте то, во что верите. И что осуществление? Не вашей воли обещанного. Не вашей воли написано обещанного. Итак, сомнение ожидает, а вера совершает. Если есть вера, она будет действовать. Она начинает двигаться и начинает двигаться в направлении, что было ей сказано. It starts to move and moving in a direction that you've been told to move to. Имейте мысли верующего человека. Но еще раз говорю, я не призываю вас верить тому, что вы сами захотели. Again, I'm calling you do not believe the things that you just desire yourselves. Faith must be based on hearing God's word. обязательные условия. This is the main condition. Обязательные условия. The main condition. Многие говорят, что вот я прочитал и беру верой. People say, oh, I read this, I'll take it with faith. Быка за рога. Мои дорогие, так не делается. That doesn't really work. Если ты прочитал и тебе слово сказала, да. If you read it and the word spoke to you, then yes. А если ты просто прочитал и хочешь этого, тогда проси, что Бог дал тебе рема на это. Пока не услышал рема. Оно как логос. It's like логос. Что это возможно. That it is possible. Но если ты услышал, что это к тебе, тогда поступи по вере. Then act in faith. И так там сказано, и ради веры его во имя and it says through faith in his name and it says, his name made this man strong. Которого вы видите. И вера, которая от него даровала ему исцеление. Whom you see and know. And the faith which comes through him has given him that perfect saumus. Вы знаете, что есть такое еще понимание. There is such a concept. Мы хотим быть сильными. Or understanding we want to be strong. Мы хотим быть сильными в Боге. We want to be strong in God. Мы хотим делать. We want to do this. We want to do this. But it says clearly that it was just enough to have faith in him and his faith. Where is Peter? Because Peter никогда славы не брал себе. And therefore Peter never took glory to himself. never took glory to himself. And then Peter never took glory to himself. And then Peter never took glory to himself. that's why he said in weakness I'm strong. When you realize you're just a clay vessel. You give space to God to work. Faith in him. His name. His name. Healed. It's not Paul or Peter. It's just his name. And in his name. So Abraham believed God. It says that Abraham believed God when he saw things when he saw things in advance when God laid plans in front of him. He just believed and went in the way and walked into emptiness. This is the faith that was counted to him for righteousness. Abraham believed God. You all believed God. Right? You all believed God. Demonstrate your faith. Demonstrate your faith. Move in that 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 faith. Do works that God placed you to do. If you move in that faith and the deeds that you have you will do it. You will do it. The deeds of your faith will always be there. It's important to see that things to call things that you don't see things that don't exist but call them as existing ones. Who calls the big church as the one who already exists? Are those? Слава Богу. Yes, there are. Praise the Lord. We believe that God said that will not be enough for you. There are those who don't exist? Yes, there are. Of course there are. Maybe it will not happen. Who knows? But those who don't have the faith they build now for the future. They build as a big church. They build as a preparing for the big church. There will be a big revival. There will be a big revival. There will be a big revival. There will be a big gathering of people. You're building it now. You're preparing yourself for it. You're preparing yourself for it. And inside you already have all that. You're carrying it within. The things that do not exist you call them as existing ones. So, Abraham believed God. He believed having nothing there. But as though it already existed. Let's read that Romans 4, 17-22. As it is written I've made you a father of many nations. I've made you a father of many nations. According to what was spoken. многочислено будет семя твое. И не измогши вере он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело. И утроба Сарана в омертвении не поколебался в обетовании Божьем. Не поколебался в чем? В обетовании. Нет, так больно слышать, когда колеблются в обетовании. Когда разочаровываются и думают, ну что мы молимся, молимся, пробуждения нет. Мы молимся, молимся, здания нет. Молимся, молимся, а людей особенно нет. Не поколебался. В обетовании. А это значит, не поколебался в том, что Бог сказал. В Боге. Кто не колеблется в Боге, тот действительно верующий. Перепроверьте себя. Вы правда верующий? Вы правда верите Богу? И так он не поколебался неверием. Но прибыл тверд в вере. Не надо верить тому, что видят наши глаза. Богу надо верить. Не глазам нашим, Богу надо верить. И что он делал? Вас давал славу Богу. Будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилась ему в праведность. Вот это вера. Бог силен исполнить обещанное. Не поколебался в этом, понимаете? Думаете, сомнения не подходили? Подходили. Еще как подходили. Со всех сторон подходили. Но не поколебался в вере. Вот это называется вера. Для того, чтобы двигаться верой, надо наступать на сомнения. Нужно преодолевать именно мысли. Потому что сомнения подходят именно через мысли. Еще вам скажу, очень часто в этом помогают ближние. Добрые советники, которые не верят в то, во что веришь ты. И посылают сомнения. Ни в коем случае нельзя прислушиваться к этим мнениям. Наша вера, она против человеческого разума. Действует. То, что Бог совершает, Он совершает против человеческого понимания. Многими это называется безумием. А нами чудесами. Потому что Бог полон чудес. Посмотрим давайте, разве не безумие выглядело Петра поступок, когда он наступил на воду? Безумие. Разве не пытались его остановить? Пытались. Это призрак, куда ты? Но если бы он не наступил верой, не пошел бы по воде. Вы знаете, все, что делает Бог, в глазах разумных этого мира выглядит безумием. И много раз вам будут говорить, что, не делай этого. Погибнешь, потеряешь, упадешь. Смотрите на Господа и идите. Смотрите на Господа и идите. Если Он сказал да. Если Он сказал делать. Если Он сказал делать. Я вам скажу, много безумных поступков совершалось, когда делали верой поступки. Не зря Павел сказал, мы безумны Христа ради. Мы безумны Христа ради. Кто? Верующие. В глазах мудрецов некоторых мы выглядим безумными. Но представьте себе, пять тысяч мужчин может быть два раза больше женщин и еще большее количество детей расселись, чтобы покушать. И только пять хлебов разломал Иисус, дал им коробочку и все это разносите. Идите в голодную толпу. Вот нам сейчас бы так дали. Кто бы пошел вот этим кусочком в эту голодную толпу? Вы знаете, никто не подождал, пока это не вырастет в коробке. Они пошли. И в процессе коробочка наполнялась и наполнялась и наполнялась. Вы знаете, кто двигался верой знает, как это бывает. Даже с финансами. Даже с финансами. Столько видели чудес те, которые шли верой. И коробочка пополнялась в процессе и пополнялась, потому что ты поверил Богу. Ты доверил Ему свою жизнь, свою душу. и когда ты послушан по вере. Совершаются чудеса и потом можешь сказать, Бог сотворил чудо в моей жизни. А не безумие ли сделала вдова? Бедная вдова, когда ей сказал Елисей, пойди по соседям, собери все сосуды, какие возможно, занеси домой, а у тебя вот стольечко масла и разливай по этим сосудам. Возьми свои 10 паундов и разложи по всем банкам, где у тебя долги. Кто пойдет так сделать? А если Бог скажет? Пойдете? Вот она пошла, поверила. Понимаете, поверила. И собрала все сосуды. Наверное, пожалела, что мало собрала. Потому что не кончалось масло. Она наливала и наливала и из этого маленького сосуда наливала. Почему? Поверила. Вы понимаете, поверил, это значит сделал. Да, я верю, Господи, ну подожду, когда ты дашь. Я подожду, когда польется, потечет, прибавится. Это не есть вера. Вера, когда еще ничего нету, а ты уже видишь, что все есть. Идешь. Это вера, понимаете, которая совершает чудеса. Вера делает. Как бы это ни выглядело в глазах безумно соседей, вера смотрит в глаза Господу, а не в глаза окружающим. И вера не будет советоваться с кровью и плотью, а будет смотреть на Господа. Вера сотрудничает с Богом. Поэтому вместе с Богом совершает обетование. А вот вы все знаете такое чудо, когда Иисус превратил воду в вино. Правда? И мы все говорим про чудо, которое совершил Иисус. Но разве Он наливал в эти кувшины воду? Нет, Он не наливал. Нашелся кто-то, о котором нигде не говорится, Его имени нигде нет. Но Он поверил. Представляете, Он поверил. Пошел и налил воду в кувшины. Потому что сейчас Иисус помолится. И сейчас превратится это в вино. Это называется вера. Вера, она действует. Это совместное действие, вера человека и сила всемогущего Бога. Не сила человека. Не надо на себя уповать и ждать от себя силы. Вот появится у меня сила, тогда буду. Вот тогда и жди, когда у тебя сила появится. Когда ты Богом станешь. А когда ты уповаешь на всемогущего Бога, и ты просто действуешь верой, ты восхищаешь. Поэтому Иисус и говорит, что все возможно кому? Верующему. Он не сказал, все возможно тому, кто сильный. Умерь силу от Меня. Он сказал, всевозможно верующих. Просто как мало верующих. Знаете, как больно? Как мало верующих. Но верующие, они совершают чудеса по сей день. Они горы сдвигают. Почему? А потому что они дали место Господу, всемогуществу Ему. Они поверили. И просто простерли жезл веры. Господи, давай. А всемогущество Бога действует по нашей вере. И оказывается, не наша власть и сила нужна, а горчичное зерно веры. Но чему? Слову Божьему. Слову Божьему. Бог должен сказать, налей воду, Бог должен сказать, возьми, кушины, собери. Это сказал Дух Божий через Елисея. Бог должен сказать, возьми постель и неси. Когда Бог говорит, будьте верующими. Не тогда, когда вы хотите верить и топайте ножкой. Когда Бог сказал, Он совершит. Поверил, Авраам сам себе. И это изменилось ему в праведность. Так? Богу поверил. Почему? Бог сказал. Бог сказал. Никогда не забывайте это. Бог сказал. Не надо говорить, что я прочитал, и это должно исполниться. Даже через прочитанное Бог должен тебе сказать. Когда ты скажешь, я услышал, в Писании было сказано мне, я тебе верю. А когда ты просто прочитал и ножкой топаешь, ты ребеночек маленький, берег. Не знаешь духовных законов. Мне жаль. Пора бы уже быть учителями. Итак, нужна вера. Вера, которая действует. Вера, которая в послушании. Вера всегда должна быть послушная. Если человек не послушен, я его не называю верующим. Он не верующий. Только послушный верующий. Запомни веро. Потому что веришь, значит послушался и сделал. А если ты не послушен, ты не верующий. Вот это значит вера горчичное зерно. Послушание. Надо поступать, так как Бог сказал. По Рема. Итак, вера это послушание. Послушание Слову Бога. Вера себя так выражает. Любого возьмите из Писания и вы увидите, послушались. А те, которые не поверили, они проявили непокорство. Они осудили Бога еще до того, как все совершилось. Мы с вами знаем, правда? Из Ветхого Завета. Когда начал народ роптать, когда еще ничего не дождались, когда начали ножкой топать, когда еще ничего не получили. раньше времени. Они не поверили Богу и распускать стали плохую молву. В результате и ничего не получили. А, Бог неверный, Бог не осуществил, Бог не дал. Если ты ропчешь, если ты не послушан Богу, не надейся получить что-либо. Те, которые поверили Богу, даже через 40 лет все равно вошли в землю обетованную. Те, которые распускали плохую молву, не поверили, не слушались. Они и не вошли. А другие, которые верили, даже через 40 лет вошли. Иногда время продлевает Господь из-за таких вот ропотников. Вы это знаете? Но те, которые остаются праведными, верными, послушными, даже если продлятся сроки, все равно восхитятся. Потому что вера всегда восхищается. Потому что надеющиеся на Господа не постыдится. Мы видим хорошие примеры. Но я хочу вам сказать, что иногда неверие одних может стать препятствием для исполнения других. А мы знаем, что Сара в один момент усомнилась и подставила Агарь. Мы сегодня это хлебаем, расхлебываем. Вера бы это не сделала. Было сомнение. И ничего хорошего из сомнения не вышло. А когда они пошли верой, получился прекрасный народ, обетованный Богом. И так нужно противостоять всякому неверию, всякому сомнению. И если вы верите, то только верьте Богу. Не верьте тому, который рядом будет говорить вам, что не получится, не выйдет. это безумие, это глупо, это невозможно, это нереально, ой, сколько могут сказать. И доводы приведут. Бог выше всяких доводов. Он всемогущий. Просто Он всемогущий. Если вы верите, то вы верите выше возможности человека. Аминь. Поэтому верьте так, как может совершить Бог, а не наша логика даже. Его действия логики не поддаются. Поэтому верьте Его Слову. Верьте Его призыву. Верьте Его повелению. И двигайтесь. Если вы верите, двигайтесь по Его Слову. Не советуйтесь с плоти и кровью. Ни собственной ни соседями. Если вы будете двигаться верой, будете совершать чудеса. Вы знаете, те, которые двигаются рассуждением, не Словом Божьим, не Бог сказал, но у меня есть желание, то к тем есть такие слова Иисуса Христа. Сядь, расчисли все, взвесь и потом начинай. А те, которые двигаются верой, не делайте этого никогда. Просто идите. Вы поняли? Разные вещи. Некоторые говорят, вот Иисус сказал, надо сесть, надо рассчитать. Ой, мама моя. Если Бог сказал, и вы начнете рассчитывать, вы никогда не пойдете верой. Потому что он намеревается сделать, это чудо. Понимаете? Не считайте свои копеечки, если Бог сказал купить дом. Если Бог сказал наступить на воду, не рассчитывайте, физика не может выдержать твое тело. Но если Бог не говорил, а ты хочешь дом купить, посчитай. Хватит ли у тебя денег? И на депозиты, на все остальное. понимаете две вещи? Бог может вас благословить в вашем желании. Молитесь честно и просите Господи, благослови, я это хочу. И если Бог сказал, просто двигайтесь. Просто закрыв глаза от этого мира, начинайте идти уже по воде, по воздуху. Вера так наступает, не на что. Не на что. На Слово Бога. Только на Слово Бога. И это будет правильное хождение, если услышали. Итак, повторю вам эти слова. И ради веры во имя Его, имя Его, укрепилось Его, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление перед всеми вами. Это прекрасное слово, которое вы должны хорошо дома еще посмотреть и порассуждать. И знайте, если Бог сказал, это уже стало в Его глазах. Если то, что Бог сказал, внутри вас тоже стало, значит, подождите чуть-чуть, чтобы оно родилось, и оно будет воплощено. Будьте благословенны, я хочу видеть вас верующими. Настоящими верующими. верующими. Редактор субтитров